МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стало известно, чем маньяк вырезал слова на телах своих жертв. Задержанный по подозрению в серии расправ рассказал, что надписи и нацистские символы рисовал булавкой. А позже, во время следственного эксперимента, он показал полиции, как убивал людей. Примерно каким образом он носил удар? Не знаю, на тапки. После чего она упала? Упала как? На живот? На 13-м она упала. В наручниках 23-летний парень, охранник одной из частных фирм. Показывает оперативникам, как расправлялся со своими жертвами. В жутких убийствах он сознался после того, как его задержали сыщики. После того, как я понял, что она все уже вырубилась, я у нее задернул куртку на животе, и у нее написал слово. У меня булавка была при себе. Здесь у меня руководитель пола там. Речь идет об убийстве 2011 года. Тогда изуродованное тело женщины нашли здесь, около здания 101-й школы. Это была его первая жертва. Позже он убил пожилого мужчину. Стоял, потому что у нас здесь вот. Мы его с ним ругались словесно. После чего фирма нанес удары три по лесу. Прямо происходило все вот так вот. Вторая жертва получила травмы, несовместимые с жизнью. При судебно-медицинском исследовании данного трупа у него на животе была обнаружена надпись «Барыга». Кроме того, задержанный пояснил о том, что он также причастен к совершению ряда других преступлений, совершенных на территории тракторозаводского района. В ходе следствия выяснилось, что в прошлом году парень убил своего друга и похитил его банковскую карту. Есть подозрение, что задержанный может быть невменяем. Парня ждет судебно-медицинская экспертиза. Ольга Кокшарова, Александр Бурков, 31 канал. Курчатовский суд отправил предполагаемого убийцу троих человек на улице Шагольская в СИЗО на два месяца. Иван Морозов обвиняется в жестокой расправе над 43-летней женщиной и ее дочерьми, 6 и 20 лет. Накануне на пожаре в квартире в поселке Шагол были обнаружены три тела. После кровавой расправы преступник пустился в бега, но был задержан в городе Карабаш на чужом автомобиле. Следы крови, отпечатки пальцев, ну и другие следы различного происхождения. Вот. Также имеются свидетельские показания, которые у нас указывают непосредственно на это лицо. Следователи попросили Фемиду заключить мужчину под стражу. Ведь находясь под следствием на свободе, он может снова попытаться сбежать. Все судебное заседание подсудимый просидел с опущенной головой, с предъявленными обвинениями. Морозов не соглашался, вину не признавал, но и оправдываться не пытался. Входя из характера инквинируемого Морозова преступления, личность обвиняемого в суде нет возможности избрать ему более мягкую меру, в заключение, чем заключение под стражем. По одной из версий, на жестокую расправу он решился, потому как 20-летняя Юлия его бросила. Он задушил девушку, а свидетелей, мать возлюбленной и 6-летнюю сестренку, зарезал. Убийцу 22-летней Челябинки приговорили к пожизненному заключению. Сергея Высоцких признали виновным в покушении на изнасилование и в убийстве Виктории Орловой, а также в нападении еще на одну девушку. Но подсудимый заявил, что не согласен с обвинением и закатил скандал прямо в зале суда. Корреспондент агентства чрезвычайных новостей Ольга Кокшарова расскажет подробнее. Вот так 38-летний Сергей Высоцких отреагировал на свой приговор. Сразу стало ясно, что такой меры наказания он точно не ожидал. За то, что он натворил, сторона обвинения просила суд о высшей мере наказания. Высоцких назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания. Но исправительная колония особо уражала. Мнение суда по наказанию совпало с мнением государственного обвинителя и мнением потерпевших, поскольку именно такая мера наказания была испрошена в тренинг сторон. Напомним, фоторобот Высоцких составили в прошлом году, когда он попал в поле зрения камеры наружного наблюдения после попытки изнасиловать Викторию Орлова в заброшенном парке на реке Миас. Он затащил девушку в кусты и стал душить. Когда жертва потеряла сознание, убийца скинул ее в реку, и девушка утонула. А спустя месяц после преступления попытался напасть еще на одну даму. Но та оказала сопротивление. К тому же на помощь подоспела полиция. К счастью, девушка серьезно не пострадала. А вот родители погибшей Виктории Орловой до сих пор не могут смириться с потерей. Они даже просили чиновников принять меры в отношении заброшенного острова. В этом году все это говорилось. Спортивные площадки, детские площадки и так далее. Все говорилось. Хотя бы проведили. Это же говорилось. Были встречи. Поэтому я прошу в память нашей дочери все-таки еще раз этот вопрос поднять. Что касается личности Сергея Высоцких, то еще недавно его фамилия была Мирских. Накануне вердикта он сыграл свадьбу и взял фамилию жены. Думал, наличие семьи смягчит приговор. Кстати, большую часть своей жизни этот человек провел за решеткой. А на свободе в общей сложности провел всего 4 месяца. Этот человек опасен для общества. Поскольку ранее он был дважды судим. Причем судим за преступление сексуального характера. В частности, первая судимость – это судимость за изнасилование малолетней. Теперь Сергей Высоцких будет сидеть в тюрьме всю жизнь. Такое решение родители погибшей Виктории Орлова считают правильным. Решение справедливое. Я считаю, что все правильно. Потому что этот человек, он не справляется. Он уже 17 лет просидел в тюрьме. И улучшения никакого нет. Ольга Кокшарова, Вадим Телек, 31 канал. Сыщики разыскивают насильника, который напал на 15-летнюю девочку в Калининском районе. Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Российская. Неизвестный подкараулил школьницу, когда она возвращалась домой из магазина. Подошел к ней сзади и, угрожая острым предметом, приказал молчать. Напуганную девочку он затащил в подъезд. И в пролете между третьим и четвертым этажом начал насиловать. Один из жителей спугнул мужчину и погнался за ним. Но насильнику удалось скрыться. Сейчас его личность устанавливается. По словам пострадавшей, на вид ему около 35 лет. Дело бывшего министра здравоохранения рассмотрят в закрытом судебном заседании. Фемида частично удовлетворила ходатайство защиты Виталия Тесленко. Его адвокат считает, что показания, которые будет давать обвиняемый в суде, могут угрожать его жизни. Наш корреспондент побывал на процессе и знает подробности. Тесленко Виталий Романович. Свою вину экс-министр признал полностью. Поэтому дело рассматривают в особом режиме. Без допроса свидетелей и разбора улик. Мы награжаем сроки участия средств массажа информации данной процессии. Виталия Тесленко задержали в 2012-м. По версии следствия, в качестве взятки он получил больше 70 миллионов рублей. Давай! Давай! За эту крупную взятку, как полагают следователи, он помогал определенным предпринимателям заключать госконтракты на поставку медицинского оборудования. После задержания Тесленко согласился сотрудничать со следствием и дал показания о своих подельниках. Возникает он угрозы, реальная угроза опасности жизни, которые подвидимы, а также его английские произведения. Информация, которая составляет тайну следствия по другим фигурантам уголовного дела, я все-таки считаю, что возможно именно эту часть судебного разбирательства сделать закрытой. Ходатайство защиты суд частично удовлетворил, а значит основная часть процесса пройдет за закрытыми дверями. В суде бывший министр пожаловался на здоровье и попросил разрешить ему провести 10 дней в медицинском учреждении. Мира в пресчине в виде домашнего ареста была продлена судом на три месяца. Из зала суда Виталий Тесленко удалился поспешно и даже не стал общаться с журналистами. Как приговоров вы ожидаете? Мы не спрашиваем, а материалы сделаем. Оксана Кравцова, Вадим Телек, 31 канал. Городской суд Златоуста отправил за решетку редактора местной газеты. Валерий Усков, а также его коллега Вячеслав Байдарико признаны виновными по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия». Напомним, по версии следствия, зимой 2013 года в заброшенной больнице Усков обнаружил целый арсенал оружия. Карабин, обрез охотничьего двуствольного ружья и около сотни патронов. Все это решил забрать себе и к этому привлек своего коллегу. Но скрыться им не удалось. На выходе из здания их задержали сотрудники ФСБ и полиция. Маски? Шарки с прорезями, да? Да. Несмотря на то, что журналистов засекли, Усков и Байдарико свою вину отрицали. Не верили в это и коллеги задержанных. Это какая-то провокация очередная. Будем доказывать свою правоту. Уголовное дело по обвинению Усков и Байдарико рассматривали в ходе закрытого заседания. Для чего журналистам понадобился целый боевой арсенал, так и осталось загадкой. Кстати, ранее Усково подозревали в экстремизме, но дело закрыли. Теперь за незаконное приобретение и хранение оружия редактора газеты «Правда города Златоуста» приговорили к одному году колонии. Его коллега Байдарико получил условный срок. Правда, пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Друг дал показания против своего друга в деле о резне около 9-й горбольницы. Тогда ради сотового телефона убили прохожего прямо под объективом камеры видеонаблюдения. И вот главный подозреваемый сел носками подсудимых. Подробности из зала суда в репортаже Ольги Кокшаровой. Я видел, как Роман ударил его кулаком в область живота. Роман потом нанес ему удар ногой в область головы. Товарищ подсудимого Романа Бекетова по этому делу проходит как свидетель. Парень восстанавливает хронологию событий кровавой ночи у 9-й горбольницы. Тогда он, Бекетов и их третий знакомый выпивали недалеко от медучреждения. А потом подсудимый замахнулся ножом на прохожего. У Бекетова Романа был нож, бабочка. Он достал подинонстрировать мне его. Как бы предчувствие было, что его надо бы как-то лейкализовать этот нож. Я его подержал и потом я его все-таки вернул. Как все было, зафиксировала камера видеонаблюдения. Вот парни подошли к прохожему и пырнули его ножом в живот. Потом кто-то из хулиганов стал пинать жертву, другой похитил у него сотовый телефон. По версии следствия Бекетов, находясь на территории городской клинической больницы номер 9, он проследовал за потерпевшим и нанес ему со спины удар ножом в область живота. После жуткой расправы налетчики сдали пострадавшего в травмпункт, сообщив, что в таком состоянии нашли мужчину на улице. Санитарка 9-й горбольницы, которая дежурила в ту ночь, вспоминает, как два молодых парня заносили пострадавшего. Его обратно два парня притащили к нам. Говорит, это живое ранение. Все, и бросили к нам сюда, и он на покой убежали. Позже пострадавший скончался. Кстати, около здания больницы он оказался не случайно. До инцидента ему оказывали там медицинскую помощь. У мужчины была травма бедра. Местный сторож проводил пострадавшего до ближайшего транспорта и оставил на остановке. Мечтарка пришла, сказала, где привезли. В каком состоянии находится на улице? Ну, лежал на полу уже. Ну, он был в сознании, но... Ну, он уже, что... Сначала помню, что он малолеткий, потом больно-больно, и все. В сознании прием. Подробности той роковой ночи слушает не только подсудимый Бекетов, но и его близкий, а также родственница погибшего мужчины. Впереди еще допрос нескольких свидетелей. Только после этого станет ясно, какого наказания требует для подсудимого сторона обвинения. Пока известно лишь, что статья, по которой судят парня причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, предусматривает до 15 лет тюрьмы. Ольга Кокшарова, Рамиль Газеев... Южноуральские полицейские задержали торговцев героином. Сотрудники наркоконтроля конфисковали 700 тысяч условных доз психотропных веществ. Злоумышленники пытались перевезти смертоносный груз в гординах. 13 килограммов наркотика собирались продать по всей области. Сотрудникам правопорядка удалось задержать всех участников сделки. 14 человек скоро предстанут перед судом. Двоим из них грозит пожизненное заключение. Сейчас, задержав организаторов, мы у них изъяли очень высокого качества наркотик, около 40%. Это очень большое качество. И, как я вам уже сказал, это эквивалентно 260 килограммам уличного героина. Адресатом запрещенного груза оказался гражданин Таджикистана. Владелец хлебопекарни организовал на своем предприятии собственную нарколабораторию. Смертоносный порошок доставлялся в дисках машин, ящиках и даже муляжах овощей. Полицейские уже несколько месяцев выслеживали наркоторговца. В задержании участвовали больше сотни сотрудников. В Магнитогорске полицейские задержали наркодилера. Им оказался молодой отец. На допросе 25-летний парень признался, что бросил малооплачиваемую работу и занялся криминальным бизнесом, чтобы прокормить семью. Что-либо из перечисленного имеется? Да. Что? Пальше. Молодой человек признался, под курткой держит целый химический набор. Содержимое одного пакета служители закона определили как вещество растительного происхождения. Чтобы узнать об остальных составляющих, спросили у задержанного. Это липкая, такого же, томатного цвета маска. Видите, да? Что это такое? Вы не знаете, что приняется здесь. Похоже, наркодилер не захотел открывать секретный рецепт своего кайфа. И на вопросе представителей властей решил просто отмалчиваться. А бутылёк для чего? Тоже не знаете, да? Видимо, установить опасные химические вещества предстоит экспертам. Всего полиция изъяла около килограмма наркотиков. Теперь молодой отец может получить 20 лет тюрьмы. Сотрудники ФСБ сожгли 15 килограммов наркотиков. По решению суда, все запрещенные вещества уничтожили в печах металлургического комбината. Полимерный мешок белого цвета. В этих мешках находятся вещественные доказательства по 10 уголовным делам. Героин массой 3 килограмма 4 грамма. А этот пакет изъяли у 35-летнего Артёма Суханова. Когда тот достал белый порошок из тайника на трассе, мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме наркотиков, чекисты уничтожили предметы, которые нарушители закона использовали для сбыта и приготовления запрещенных веществ. Химическая посуда признана лабораторией, с помощью которой возможен синтез амфетамина. Кроме того, в печи сгорели буклеты и книги экстремистского характера. Их изъяли у задержанных по делу о разжигании межнациональной розни. Каждый день происходят кражи в квартирах и домах. Дельта системы безопасности защитит вас. Внимание, акция! Антикризисные цены по старому курсу евро. Только 5 комплектов в день. Коропитесь, просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку. Подробности по телефону 222-11-11. Спонсор выпуска – дисконцентр «Техносток». В магазине начались первые осенние распродажи телевидеоаппаратуры. Все DVD-плееры по 499 рублей. А портативные DVD-плееры всего по 999 рублей. Магазин выгодных покупок на братьев кошельных 12b. Это прямо напротив цирка. А время чрезвычайных новостей продолжается. Не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Аварии с камер наблюдения и видеорегистраторов. Куклы избили водителя маршрутки. И сосед терроризирует жильцов дома. Есть хотя бы один человек, недовольный ценой 12 тысяч на этот маленький телевизор. В «Техностоке» за счет уценки можно купить даже большой телевизор за меньшие деньги. Нет недовольного человека – нет проблем. Пьяный водитель на иномарке сбил пенсионерку в Курчатовском районе. Парень протащил пожилую даму на капоте своего «Рено Логан» несколько метров. А потом протаранил машину на встречке. Подробности у Ольги Кокшаровой. На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как пешеходы переходят дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на огромной скорости синяя иномарка сбивает женщину. А потом таранит другую машину. Это уже последствия ДТП. Сбитая пенсионерка госпитализирована с переломами. В машине лихача, как говорят очевидцы, находилось пять человек. Одна из них, пассажирка, обратилась за помощью к медикам. Остальные получили ушибы и ссадины. Кстати, по данным ГАИ, 23-летний водитель «Рено Логан» в момент аварии был нетрезв и лишен права управления автомобилем. Только за прошедший год у него забирали права дважды. В этот же день на перекрестке Комсомольского проспекта с улицы Ворошилова произошла другая авария. Водитель на красной иномарке, возможно, не успел затормозить. Врезался в попутку, которая по инерции задела стоящий впереди автомобиль. Со слов автора ролика, предполагаемый виновник аварии был нетрезв. А на трассе М5 фура сошла с дороги. Всему виной плохо закрепленный груз. Который посыпался из кузова прямо во время движения. Едва не опрокинул грузовик. Тройная авария произошла на трассе Миас-Чебаркуль. Мотоциклист столкнулся с попутной Тойота Королла. А затем и со встречным Камазом. В результате молодой байкер госпитализирован с переломами. Волга, Хонда, Фит и Лада столкнулись в Челябинске. 23-летний водитель совершал левый поворот и врезался в иномарку. А затем в Ладу. Машины получили серьезные технические повреждения. Погиб пассажир Волги. За управлением автомашины Волга ГАЗ-3110 находился мужчина 1991 года рождения. У которого имеется стаж вождения 4 года. В прошлом году данный водитель был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения свидетельствования. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ. Ольга Кокшарова, Иван Лаизов, 31 канал. В Златоусте грузовик врезался в стену. По одной из версий на спуске с горы у машины отказали тормоза. Это уже последствия ДТП. Грузовик со свертовскими номерами разбит. Водитель чудом выжил. Он получил незначительные травмы и сейчас находится в больнице. Как полагают инспекторы ГАИ, на спуске водитель набрал слишком большую скорость и, видимо, отказали тормоза. Поэтому он не смог войти в поворот. А в Челябинске, на перекрестке проспекта Победа и улицы Молодогвардейцев, столкнулись две отечественные легковушки. Водитель ВАЗа 14-й модели при повороте налево не уступил дорогу встречной Ладе Гранта. При столкновении машина нарушителя опрокинулась. Есть информация, что два пассажира 14-й были госпитализированы. Жуткая авария произошла в Магнитогорске. Дорогу не поделили две легковушки. В результате столкновения оба транспорта в смятку. Разбираться в ситуации приехали инспекторы ГАИ. Впоследствии аварии снял очевидец. Судя по кадрам, столкновение было такой силы, что одну из машин откинуло на обочину. Судя по разговору, в этом ДТП есть пострадавшие. Они ребята вытаскивали из машины, вон, обгорел их людей. В ДТП парня обвинили автоледи, утверждая, что девушка за рулем была пьяна. Но та доказывала, что авария произошла не по ее вине. Еще здесь мое опьянение. А дальше уже следствие разберет. Маш молодой человек был неправ в коре. А, ну вы потом это докажете. Пешеход вылез, я предотвозила, а он... Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства. А в Челябинске на пересечении улицы Красной и Сонекривой легковушка врезалась в столб. Нелепая авария на перекрестке улиц Братьев Коширинах и Косарева. Водитель легковушки хотел повернуть, но не уступил дорогу другой машине. Момент столкновения зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль, выезжая на перекресток, начинает разворот. В это время на скорости летит иномарка. От удара машина отбросила в разные стороны. Информации о пострадавших нет. Спонсор выпуска Дельта Система Безопасности. Компания объявляет акцию «Антикризисные цены». Комплекты сигнализации по прошлогоднему курсу евро от 5900 рублей. Стоимость абонентского обслуживания всего от 15 рублей в сутки для квартиры и от 25 рублей для коттеджа. Задумайтесь, ведь ваше спокойствие стоит дороже. Каждый день происходят кражи в квартирах и домах. Дельта Система Безопасности защитит вас. Внимание, акция! «Антикризисные цены» по старому курсу евро. Только 5 комплектов в день. Торопитесь, просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку. Подробности по телефону 222-11-11. Вор Кофе попал в камеру видеонаблюдения в советском районе. Как он умудрился вынести товары супермаркета, сняла камера наблюдения. На кадрах видно, как мужчина кладет несколько банок кофе в сумку. К нему подходит девушка, возможно, сообщница. И часть товара прячет у себя. После пара удаляется с шестью неоплаченными банками кофе. Позже парень решил вернуться, чтобы повторить свой успех. Но совершить кражу не смог. Его заметили продавцы. Девушки смогли задержать любителя кофе и передали охранникам. Как выяснилось, позже задержанный ранее судим за кражи. И сейчас находился в розыске. Несладкий сюрприз. В пакете с сахаром Челябинка нашла деревянную щепку. Вот такую палку длиной 9 сантиметров женщина обнаружила, открыв пакет. Но это оказалось еще не все. Внутри нашлись щепки поменьше. Возмущенная покупательница сразу же позвонила в компанию за объяснениями. Сотрудники предприятия ответили, во всем виноват поставщик товара. И все претензии нужно предъявлять ему. Вот только найти его покупательнице не удалось. Разбираться в этой истории женщина дальше не стала. Но для себя решила, что покупать сахар этой фирмы больше не будет. Жители дома по улице Героев Тонкограда намерены судиться со своими соседями. Молодые затеяли в своей однокомнатной квартире капитальный ремонт и снесли стену между кухней и комнатой. Жильцы дома об этом узнали и теперь боятся, что из-за такой креативной задумки может рухнуть весь дом. Подробности в репортаже. Любовь Волкова, соседка новых жильцов по лестничной площадке, рассказывает. Сначала ее пугал ужасный шум от строительных работ в квартире рядом. А когда она узнала, что соседи сносят стену, просто не поверила. Такого быть не может. Я просто не поверила. Я говорю, хорошо, я зайду, посмотрю. Я зашла, постучала, мне правда открыли. Я зашла и действительно увидела собственными глазами, что снесли уже арку, часть арки снесли. Эти кадры соседка сняла сама, чтобы, если что, предъявить их в суде. На съемке женщина запечатлила, что в квартире новоселов трое рабочих снесли стену и продолжают ремонт. Сломали. Вот это обгрызки этой стены. Вот их видно. Эй, хорошо. Дальше. Вопросы этих хозяевств. Сейчас, хорошо, я пойду. Теперь, по словам женщины, она боится находиться в своей квартире. Впрочем, ее опасения поддержали и остальные жители дома. Если они хотят это все перестраивать, пусть они покупают собственное жилье, отдельное стоящее жилье, ломают там на ушах, стоят все что угодно. Здесь, игнорируя других жителей, они ломают несущие стены. Я называю это преступление просто. Он, вот этот подъезд или дом, или часть этого, вот эти два подъезда, могут сложиться просто от такого, что они ломают. Так нельзя. Помимо этого, новые жильцы переконструировали балкон и решили застеклить его по всей высоте. По мнению соседей, это может нарушить тепловой контур здания. И в других квартирах станет холоднее. Однако новоселы утверждают, ничьих прав они не нарушали. И все согласовали с ЦСЖ. Кто прав, видимо, придется выяснять в суде. Татьяна Морозова, Дамир Яганшин, 31 канал. Житель Чебаркуля ушел за грибами и не вернулся. Обеспокоенная мать пропавшего обратилась в полицию. Этот 31-летний мужчина пропал несколько дней назад. По словам родных, он пошел за грибами в сторону горы Колодинская. Это под Чебаркулем и до сих пор не вернулся. Оперативники и родственники ждут звонков от тех, кто, возможно, его видел. Полиция ищет 83-летнего Ивана Хабина. Мужчина ушел из дома в Металлургическом районе еще в конце июня и до сих пор не вернулся. На вид Ивану Хабину 80 лет. Худощавый, волосы седые с залысинами. Из особых примет. Вставная челюсть, а между пальцами левой руки татуировка в виде якоря. В день исчезновения Иван Хабин был одет в серый пиджак, спортивные штаны и черные ботинки. В полиции ждут звонков от тех, кто знает, где может находиться этот человек. Тело, которое полицейские обнаружили в окрестностях озера Большой Кременкуль, принадлежит пропавшему байкеру из Уфы. Парень исчез на водоеме 4 дня назад, когда вызвался помочь неизвестному мужчине. Последний раз его видели друзья. Они рассказали, что к нему подошел местный рыбак и попросил помочь раскинуть сети. После ни байкера, ни рыбака больше не видели. Там есть двухэтажный домик, где рыбаки хранят свои вещи, либо когда приезжают туда, и как раз говорят, что на втором этаже были обнаружены его вещи, что там как раз брюки, рубашка, которую он снимал, там все было на вешалке, висело аккуратно. Родственники уже опознали тело байкера. Пропавшего вместе с ним рыбака еще и ищут. Помните, сюжеты не придуманы. Таким этот мир мы делаем вместе с вами. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин